Аудиокнига Джованни Бокаччо де Камерон День шестой, повесть восьмая, читает Мария Соловьёва Фреска советует своей племяннице не смотреться в зеркало, коль скоро, как она уверяет, её тошнит от людей противных. Рассказ филострата поначалу слегка смутил слушательниц, о чём свидетельствовала краска стыда, проступившая на их лицах. Однако ж, переглядываясь фыркой и давясь хохотом, они кое-как его дослушали. Когда же филострата досказал, королева велела рассказывать Эмилии. И та, глубоко вздохнув, словно только что пропудилась, начала следующим образом. «Милые подружки, я задумалась и в мыслях унеслась отсюда надолго и далеко. Вот почему я исполню повеление королевы, но только по всей вероятности рассказ мой получится гораздо короче, чем если бы я душой была здесь. А расскажу я вам о сумасбродстве одной девицы, о том, как дядя, прибегнув к шутке, попытался её образумить, и как у неё не хватило ума понять его шутку. Так вот, у одного человека по имени Фреско Дочелотико была племянница, которую все называли ласкательным именем Ческо. И хотя она была и пригожа, и стройна, совсем тем никак нельзя было сказать, что у неё ангельское личико. Такие теперь встречаются часто. Она же была весьма высокого о себе мнения, много о себе думала, и у неё вошло в привычку осуждать и мужчин, и женщин, и всё, чтобы не попалось ей на глаза. Вот только о самой себе она умалчивала. Между тем неприятнее, надоедливее и взбалмошнее её не было никого на свете, и ничем нельзя было ей угодить. Помимо всего прочего, особо королевского французского рода не были так спесивы, как она. По улице она шла с брезгливым видом и поминутно морщилась. Точно от всех прохожих дурно пахло. Я не стану описывать все её отвратительные и омерзительные выходки. Расскажу только вот о чём. Как-то раз вернулась она домой, подсела к Фреско и давай ломаться и фыркать. Наконец Фреско не выдержал и спросил, «Что это значит, Ческо? Ведь нынче праздник, а ты так скоро возвратилась домой». На это она ему, укривляясь до отвращения, ответила так, «Возвратилась я скоро, это верно, но я никак не могла себе представить, что в нашем городе и мужчины, и женщины до такой степени отвратительны и омерзительны, что не прохожий, то чучело, а я просто не выношу противных людей, меня от них тошнит. Оттого-то я так скоро и возвратилась». Фреско опостылили несносные ужимки его племянницы, и он ей сказал, «Если тебе, голубушка, до того уж претят противные люди, то чтобы не портить себе расположение духа, никогда не глядись в зеркало». Но девица хоть и почитала себя премудрой, как Соломон, на самом деле представляла собой трость ветром колеблемую, и, поняв шутку, Фреско не лучше, чем бы ее понял баран, она объявила, что намерена смотреться в зеркало не реже других. Какой была она тупицей, такой и осталась. Продолжение следует...